Ребята, всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать о вот этом автомобиле. Это Toyota Town Ice. Да-да, вы ее, наверное, все уже узнали по нашему инстаграму. Это именно та машина, которая поедет к Николаю в Северную Осетию. Мы все вместе с вами собрали на нее деньги, купили, и скоро она найдет своего нового хозяина. Кто ничего не знает о Николае, посмотрите наш ролик. Сейчас будет подсказка наверху экрана и ссылочка в описании. Кто такой Николай и почему ему подарят вот этот автомобиль. Что ж, а я хотел бы немножечко пройтись по машине. Как вы видите, это такой вот компактный бусик, в который спокойно будет заходить коляска. Микроавтобус имеет две сдвижные двери. Благодаря этому его можно пройти, скажем так, насквозь. Надо заметить, что это грузопассажирский бусик. Он сугубо коммерческий. Он в основном приобретается для работы. Здесь, скажем так, немного комфорта. Вот эта, кстати, шторка прозекторская, она легко снимается. У бусика достаточно большой багажник. В этот багажник, ребят, легко зайдет Колина коляска. Прямо без разбора по аппарелькам. Здесь будут аппарельки сделаны. Вот это вот то, что вы видите, это вторая печка. Она работает от двигателя. И в холодное время года ее можно дополнительно включить. Значит, пойдемте пробежимся по внутрянке машины. Машина приехала с Владивостока. Где-то пригнали ее дней за 10. Бралась без пробега. У нее нет номеров, как видите. То есть максимально свежая в те деньги, которые мы смогли собрать. Мы выбрали машину. Чтобы она была максимально свежа и бодра. Сейчас, ребят, эта машина поедет на замену всех технических жидкостей. Это масло в двигатель, раздатку, мосты, коробка. Тасол будет заменен. Будет, не знаю, тормозная жидкость, наверное, не будет меняться. Потому что, ну что ей менять смысл. Но все, что можно поменять и промыть, и прочистить, будет сделано для того, чтобы у Николая была максимально беспроблемная эксплуатация машины. Что ж, давайте ее заведем, попробуем. Сейчас вот если она еще не заведется, то еще и аккумулятор будет заменен. О! Так. Нет, как видите, она без проблем заводится. Абсолютно без проблем заводится. Вот она уже соединилась с моим телефоном. Здесь голова вот такая стоит. Ну что, ребят, давайте по панели пробежимся. Подогрев. Подогрев стекол. Кондиционер. Кондюшник есть, конечно же. Аваричка. Все работает. Кондей работает. Это переключение печки из салона снаружи. Здесь достаточно информативная и с многими положениями печупка. Регулировка воздуха, температуры. Переключение скоростей отопителя. О, это ж, конечно же, глонасс. Глонасс. Куда ж без него-то? Как еще денег получить с нас? Надо поставить нам глонасс. Заботится о нас государство? Фиг бы с ним. Заботилась бы только за свой счет. Заботилась бы о своих гражданах. А то вот эта вот бирюлька стоит 25 тысяч рублей. Когда она кому-нибудь пригодится, фиг его знает. Никогда, наверное. Потому что можно часами ждать вот эту вот помощь с этой кнопки SOS. И не раз уже это проверялось. Здесь стоит вот трансьюдер еще. Надо будет его снять, чтобы он место под колено не занимал. Он используется для оплаты платных дорог в Японии. Ух ты! Ух ты! Пепельница даже есть. Ёлкин-матрёлкин. Также имеется бардачок. Достаточно вместительный. Ну и все здесь. С этой стороны у нас клавиша электрозеркалок. Вот стандартная Японка. Печка. Вот, слышите, заработала? Слушайте. О, печка включилась. Вон она там находится. Так что работает. Противотуваночки. И корректор фар. Все, в принципе, здесь все. Здесь можно подстаканчик использовать. Как подстаканчик. Если машина аппарелькой оборудована, то здесь идет пульт управления аппарелькой. Ну и вроде бы все. Пробег у машины 103 тысячи. За эти деньги это вот самое свежее, что мы смогли найти машину 2014 года. Значит, центральные замки имеются. Пойдемте, ребят, переберемся назад, посмотрим, что там есть. Кресло достаточно удобное. Я на этой машине проехал около 200 километров от Ярославля до дома. И, ну, достаточно комфортно. Машинка резвая. Для ее литража вот полтора, полтора литра, что она имеет. Очень хорошо. Очень хорошо. Мне понравилось, как она идет по грязи, по снегу. Такой педальный узел. Очень простая машина. Вот до безобразия простая. Самое интересное, ребята, это то, где здесь мотор. Сейчас мы его найдем. Хопа! Блин, а мотор-то где? Мотор украли. Украли мотор. Что делать? Нет мотора. Ладно. Шутка. Особенность данного авто. Мотор у нас находится вот здесь, ребят. Хоп! Смотрите. Вот он весь под сидением. Под этим. Ну и под тем. Ну и вот, ребят, с этой стороны он так открывается. Должен быть упор, наверное, где-то. я еще не разбирался. Вот смотрите, аккумулятор такой. Малюшка предохранители. Те жижи. Моторчик тихонький. 97 лошадок. Полтора литра. Ну, что я вам скажу. Прикольно. Не ожидал я. Неожиданно скажу вам так. Бак вот здесь находится. Оп! Малюшка такая. Че, прикольно. Если бы у нас не было такого пикапа по хозяйству ездить, то, наверное, мы бы взяли такой же бусик. Очень экономичная машинка. По отзывам кушает где-то около 10 литров. Полный привод у нее постоянный. межосевая блокировка есть. На втором ряду, ребят, ну, не так уж и проблемно сидеть-то. Нормально. Надо вот единственное будет обмотать чем-то, чтобы не холодила вот эта вот штука. Ручка. Ее можно, конечно, совсем снять, но я думаю, так вот будет удобнее, если можно будет за нее держаться. Она съемная. Вот эти сидения они складываются полностью. Делается это вот так вот. Вот так оно складывается. Вот, ребят, вот так это происходит. Все, вот сидения собраны. Именно по этой причине мы не стали менять родные сидушки на более какие-то комфортабельные, что ли. Только вот по этой причине, что их всегда можно сложить. И здесь получается до двух метров почти. Проем можно уже и холодильничек привезти. Ну, собирается это вот так вот. Раз и два. Все. Готово. Ремни здесь откручены. Надо будет купить ремни безопасности сюда поставить. Ремни откручены. Ремни откручены, ребят, здесь задние. Ай-яй-яй. Здесь домкрат. Еще какие-то финтифлюшки. Ну, в общем-то, нормально будет все. Ремни поставим, подберем от чего-нибудь. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравился вот такой микрообзор и очень надеюсь, что Николаю понравится этот автомобиль. Всем огромное спасибо за то, что вы оказали вот такую вот неизмеримую помощь для того, чтобы эта машина могла отправиться в Северную Оси. Если у вас есть возможность еще помочь Николаю, то здесь в описании все ссылочки, инструкции, как это сделать, чем можно помочь. Поверьте, у него лишнего нету, это точно. А машина скоро уже отправится ему, я думаю, через полмесяца. Должна прийти еще будет коляска, электроколяск, который ему подарил Артем из Саратова. А мы поехали менять масло и заодно я вам покажу, как она едет. Погнали! Эх, ух, ах. Так, ну тут все просто и привычно и обычно. Поставили на Д и помчались. кто-то говорит, что правый руль неудобен. Я вот первая жизнь и сел три дня назад и ничего, вообще не смертельно. Едешь, да и едешь себе. Что на трассе, что по городу. Мне понравилось, в общем. Надо будет тракторок выгнать, почистить здесь все. обочины тут заметает. С непривычки немножко навстречу вылазишь. Потому что тянешься, подсознательно тянешься туда, вот к середине. В общем, что я вам хотел рассказать еще. Вот это вот межосевая блокировка. Строго-настрого сказали ее делать именно на остановившейся машине и на нейтральной передаче. Иначе можно испортить вилку. Износ вилки повышенный идет. Вот так вот. Так же включается, так же и выключается. Использовать постоянно нельзя, только на каких-то сложных участках. Ну, как правило, по отзывам судя, то люди вообще ее практически не включают. Поэтому Коля и Оля, вот эта кнопка только через нейтралку на стоящей машине. И включение, и выключение. Я знаю, вы смотреть будете. машинка очень легко рулится, послушная, прям вот, не знаю, мне очень понравилась. Хороша. Она несколько шумновата, но это, как и у всех японцев, у них беда с шумоизоляцией. Вот. Я думаю, это, ну, на проходимости, на ходовые качества машины абсолютно никак не влияет. для женщины будет вот самое то. Маленькая, юркая, верткая и экономичная достаточно. Ну и полный привод, не надо будет мучиться где-то в каких-то вот, в каких-то сложных моментах дороги, скользкой дороги там, или заснеженной немножко. Хотя у Коляна там снега не особо бывает, но все равно. Бывает. О, Мишаня поехал. Ха-ха. Ребятки, Мишаня поехал. Мишаня поехал вездеход собирать. Ну так. Нет, определенно хорошо. Столько мочей, это вот ее прям скорость. Лучше 90, конечно. Очень такие тормоза цепкие. Количество приборов минимальное, это спидометр и температура двигателя. Простая как валенок, надежная как калашников. Главное для этих машин это своевременное ТО. Замена масла. 8-10 тысяч. Вот это не пропускайте, она будет ходить долго и счастливо. По запчастям, ребята, очень много заменителей есть на нее. Это и колодки, тормозные диски, и по подвеске. В общем, есть альтернатива тойотовским деталям. Вообще это Дайхатсу. Единственное, что Toyota на нее свой значок повесила. Хотелось бы, чтобы это чисто тойотовская разработка была, но нет, увы, это Дайхатсу. что ее сильно хуже не делает. Кто-то предлагал купить нам Largus. Но, ребята, что будет с этим Largus через три года? Это будут танцы с бубном и сквозные коррозии. Проходили, знаем. У нас Автоваз так и не научился делать ничего. Поэтому пусть лучше будет пятилетняя машина. Она уже пятилетняя считается. Нежели это будет новый Автоваз. А не новый Автоваз это вообще брать. Страшно. В общем-то, ребят, я, наверное, на этом и закончу наше повествование. Собственно, этот обзор делался для Николая больше. Потому что он очень хочет посмотреть машинку подробно как-то, разглядеть ее. Коль, скоро она уже будет у тебя. Сейчас, подожди немножко. Доведем ее до ума здесь. Выберем время, когда приехать и приедем. Ну и Оля как раз получит водительское. Оля была водительское просрочено. Сейчас она получает новое. В общем, все, ребят, не буду вас долго мучить. Всем пока. Субтитры